50 лет – это много или мало? Строители Саратовской ГЭС скажут, что это один миг. Накануне Дня энергетика в актовом зале Саратовской ГЭС собрались те, чьими руками было построено это уникальное предприятие – работники Саратов ГЭС-строя и гидроэнергетики. Приветствуя друг друга, они вспоминали те бурные годы. 1967 год. Балакова кипит, ведь здесь ударными темпами строится уникальное предприятие Саратовской ГЭС. Именно в этом году в шахту агрегата было опущено первое рабочее колесо, крупнейшее в мире на тот момент турбины, установленный ротор и статор первой пусковой машины. 14 октября был затоплен котлован Саратовской ГЭС. Волгу перекрыли, и у неё появилось второе, сделанное руками человека, русло. Накануне нового 1968 года, а именно 28 декабря, встали под нагрузку первые гидроагрегаты. И это по традиции считается днём рождения гидростанции. И уже через пять дней после этого, 2 января, Саратовская ГЭС была включена в единую энергосистему страны. Это была всесоюзная комсомольская стройка. Саратовскую ГЭС возводили лучшие строители, сварщики, монтажники, которые не боялись отправиться в неизвестный маленький городок на Волге. Когда едешь строителем, тогда на это особенно не смотришь. Уже знаешь, что строишь, значит, что-то здесь будет, и будет настоящее и хорошее. Ну, я приехал с Москвы, как окончил институт, взял сюда направление, именно на Саратовскую ГЭС, и сюда приехал. К слову говоря, у нас распределение в институте было процентов 80 в Москве. По Москве распределяли всех. А я один из всех написал заявление не в Москву. Труд этих людей действительно был самоотверженный. Они не боялись трудностей, работали, отдавая себя родине. А я вам скажу, что у нас время было другое. И люди были другие, и работали по-другому. За 67-й год мы выполнили 17 годовых планов гидромонтаж. Получили переходящее красное знамя Минэнерго. И руководитель Мощенский Яков Константинович был награжден орденом красного знамени трудового. Для ветеранов, которые строили Саратовскую ГЭС полвека назад и оставались работать на уникальном предприятии, как будто и не было этих 50 лет. Они помнят всё, как вчера. И в мороз, и в холод всегда... Альберт Михайлович, сможешь поработать? Могу. Приеду. Привозите. Работал. 22-й агрегат пошёл в разнос у нас. Гусев покойный, замначальника турбинного цеха, говорит мне. Альберт Михайлович, поставишь затвор. Я тебя отблагодарю, не знаю, с ног до головы, как говорится. Расцелую. Я говорю, поставлю. А ветер, а парусность какая? А затвор-то всё-таки 200 с лишним тонн. Ну, я его в паз поставил и заглушил машину. 22-ю. Вот, 22-ю машину заглушил. Всё. Я вылез, они меня начали чуть ли не на руках не идти. Альберт Михайлович, ты что сделал, молодец. Люди того времени, участники комсомольских строек – особые люди. Они покоряли стихии. Не боялись уехать в неизвестность и возвести там нечто уникальное. Им на все начинания хватало энергии. Жили этими стройками. Мы вот здесь на ГЭС проводили все свои выходные. Мы журналисты. Вот тряпки, холодная вода, не было же здесь ещё горячей воды. Всё мыли. Мы стены здесь мыли. Да, в общем, вместе с рабочими. И вот шли такие счастливые с этих воскресников, субботников. Мне посчастливилось сегодня на юбилее побыть, попраздновать. И самое главное – увидеть героев моих бывших очерков, зарисовок, рассказов. Конечно, они постарели. Но вот эта живинка в глазах, вы смотрите, у них им по 80, некоторым по 90 лет. Она у них осталась. Они живые, активные люди. Этот юбилейный вечер был больше похож на семейный праздник. И торжественные речи не портили атмосферу, потому что все добрые слова поздравлений и благодарностей шли от души. Мы хотим отдать должное трудовому подвигу строителей, которые возвели такую красавицу, седьмую жемчужину на Волге, Саратовскую ГЭС. Ведь Саратовская ГЭС, она отличается от многих других станций. Она уникальна во многом. И в конструктиве, и в технологии строительства, и даже в отделке. Такой красивой станции нет в нашей стране. Вы заложили своими руками мощнейший энергетический потенциал. И мы также являемся единственным городом, где есть, как мы всегда это говорим, и ГЭС, и ТЭЦ, и АЭС. Такой концентрации энергии на одном небольшом участке территории нет нигде. И в первую очередь, это именно вашими руками было заложено, вашим терпением, вашей миссией, и именно вами, как самогрежными людьми, поставлен такой потенциал. И что очень важно, что на протяжении 50 лет этот темп не снижается. И тот факт, что современные работники Саратовской ГЭС с зостоинством продолжают дело, начатое полвека назад, подтвердили сами ветераны в своем послании, оставленном в книге почетных посетителей. Мы, коллектив ветеранов-строителей, константируем, что Саратовская ГЭС имени Ленинского комсомола является одним из уникальных памятников наследия Ордена Ленина Саратов-ГЭС-3, построившего с участием субподрядных организаций крупнейший энергопромышленный город, комплекс на Волге. В настоящее время Саратовская ГЭС представляет достойный архитектурный паспорт города Балакова. Мы с удовлетворением отмечаем, что трудовой коллектив гидроэлектростанции, сохраняя в течение 50 лет возведенной конструкции и поддерживая высокий уровень культуры производства, без снижения установленной мощности реализует программу модернизации, что обеспечит увеличение мощности на 10%. Желаем коллективу Саратовской ГЭС успехов, здоровья, благополучия и мирного неба над землей!